Рисунок изменения годичных колец, скажем, за последние 100 лет, он неповторим. Вы держите в руках 840 лет? Сейчас у нас за 8678 лет есть рисунок изменчивости колец на Ямале. А что вам кольца деревьев рассказывают? И вот эта трещина пошла как раз по такому ненормальному кольцу. Это последствия извержения вулкана. И она была свидетелем вулканического извержения. Это самое тяжелое время было на Ямале. Если вы так хорошо знаете про катаклизмы прошлого, хочется понять про предсказания будущего. Я предлагаю вам договориться о терминах, поскольку мы с вами будем говорить о климате, и у вас определенный метод определения климата. Вы можете очень просто и понятно рассказать, в чем суть этого метода. Метод донархонологический, определение дат образования колец, он очень простой. У деревьев образуются каждый год годичные кольца, и они каждый год разные. И вот для каждого места, в том числе, например, для Ямала, если возьмем рисунок изменения годичных колец, скажем, за последние 100 лет, он неповторим, не повторялся никогда в прошлом. То есть как бы две задачи. Первая – определить год формирования каждого кольца, когда она образовалась, вот с помощью вот этого неповторимого рисунка. И второе – разными методами, простым измерением ширины кольца, изучением особенностей анатомии годичных колец, изучением содержания разных изотопов в этих годичных кольцах, мы можем восстановить среду, в котором росло это дерево. Ямал хорош тем, полуостров Ямал, что это одно из очень редчайших мест, это часто называют эльдорадо для донархонологов, где сохранилось очень много деревьев в вечной мерзлоте, которые размываются реками. И вот мы, имея в виду нашу лабораторию, еще в 1982 году Степан Григорьевич Ятов начал собирать эту древесину, и вот за эти 40 лет с небольшим мы провели 20 с лишним экспедиций, собрали более 6 тысяч образцов, и сейчас у нас за 8678 лет есть рисунок изменчивости колец на Ямале. А что вам кольца деревьев рассказывают? Вот мы сегодня представляем, что Ямал – это 9 месяцев зимы, как мы шутим, и 3 месяца лета. Вот древний человек сталкивался с такой же периодичностью времен года? Ну, скорее всего, да. В основном, конечно, можем судить только о том, как тепло было летом. Потому что деревьям, все равно, насколько холодной была зима, они никак на это не реагируют, и, к сожалению, мы нашими методами не можем определить, насколько холодными были зимы. Ну, вот такой известный всем кустарник, как можжевельник, дал вам такую достаточно интересную картину. Что вы можете по этому поводу рассказать, что в нем интересно? А, ну, в свое время, вот когда мы начали заниматься экстремальными событиями, деревья, они все-таки, ну, чувствительные к заморозкам, скажем, в середине лета. Они только когда молодые, когда у них тонкая кора, там, маленький стволик, образуются ненормальные кольца, а потом, когда кора утолщается, уже они не реагируют. А нам интересно было найти вид, который реагирует всю жизнь и, по возможности, живет долго. И вот Степан Григорьевич Шиятов, основатель нашей лаборатории, он же, ну, и вообще очень много чего сделал, он же и нашел этот можжевельник, очень старый. Вот, например, спил сделан Степан Григорьевичем с можжевельника, у которого было 840 колец. И на сегодня... Это значит что? Это значит что, ну, как он... Вы держите в руках 840 лет? Да, вот на вот этом маленьком отрезке поместилось 840 лет. И можжевельник тем хорош, что он всю жизнь реагирует на вот эти экстремальные события. Образуются ненормальные кольца в год, когда резко упала температура. И мы можем восстановить, когда же эти были события. Ну, а известно, что эти события, они связаны с крупными вулканическими извержениями. Ну, и по можжевельнику у нас за 1200 лет, ну, это вот самое старое древесное растение для Ямал-Анецкого округа и вообще для всего Урала. Но этот можжевельник живет до сих пор? Это да. У вас в руках спилы живого дерева? Не дерево, кустарника, у которого много ветвей. Вот с одной из ветвей был сделан спил Степаном Григорьевичем, и вот это самое старое. Но вот, например, такие же события вот происходят, иногда отражались и вот на деревьях. И вот эта трещина пошла как раз по такому ненормальному кольцу, которое образовалось из-за того, что был заморозок в этот год. А кольцо это образовалось, мы точно знаем, в 1627 году до нашей эры. И вот некоторые историки полагают, что это последствия извержения вулкана Санторин. То есть это ясно, что это было извержение вулкана, потому что точно такие же кольца образовались у сосистых сосен в Северной Америке, например, у некоторых деревьев в Европе и так далее. Это вот елка найденная тоже на Ямале. И она была свидетелем вулканического извержения? Да, она была свидетелем последствий вулканического извержения. Где было извержение? Ну, возможно, в Игейском море, может быть, где-то еще. Я не очень верю, что это вулкан Санторин, но то, что это вулкан, потому что в ледовых колонках Антарктиды и Греландии сохранились следы этого извержения. И там явно видно, что это сульфаты, то есть соединения серы, которые выбрасываются при очень крупных вулканических извержениях. Таких крупных, они бывают редко. Последнее было в 1815 году, это извержение вулкана Тамбора. Оно тоже очень сильно сказалось на годичных кольцах Ямала. Это самое тяжелое время было на Ямале для деревьев. Какой это год? В 1815 было извержение, а вот в 16, 17, 18, вплоть до 20 года были самые тяжелые времена на Ямале. Если мы этот межеверник возьмем, он вам о чем сообщил? О каких катаклизмах? Ну, например, то, что известно из истории. В 1601 году образовалось ненормальное кольцо. Здесь, я не знаю, все равно, наверное, будет не видно. А оно известно, например, тем, что в северном полушарии произошло похолодание. Из-за этого неурожая, и в том числе на Руси, или Россия, она так называлась, вот, смутное время, оно началось фактически с извержения вулкана. И точно известно, что это вулкан Уайна-Путина. Это где? В Южной Америке, на территории современного Перу. Потому что там провели исследование, уже доказали, что это было оно. И в ледовых колонках его следы. То есть вот такая вот пленка образовалась, произошло похолодание, неурожай на Руси. И сотни, десятки тысяч людей погибли только в одной, только в Москве, согласно летописи. На Руси там сотни тысяч, наверное. Ну, начался голод, смута и так далее. Ну, и поэтому, когда иногда... То есть на Ямале, скорее всего, на человека это тоже так или иначе повлияло? Да, повлияло. Ну, судя по деревьям, да. Хотя там не было каких-то земледельческих историй. Не так сильно, скорее всего, потому что это от районов зависит разных. На Ямале тоже повлияло. 1783 год могу назвать. 1466 год, это все наши же. 1453 год, 1259 год, это тоже известно, что было глобально. Очень интересно вот... Глобальное что? Глобальный катаполизм, похолодание. Самый, наверное, известный из них это 536 год. Но тогда было даже двойное извержение. Сначала не могли понять, от чего же так... 1536? Нет, просто 536 год нашей эры. И затем второе извержение произошло в 540 году. И это действительно привело к массе всяких там бедствий. Ну и считается, что даже вот Юстиньянова чума, которая началась примерно в то же время, она была как бы следствием того, чтобы ослабли из-за голода. Там голодовки у людей ослабли организмы. И тут еще чума появилась. И очень много людей тоже погибло. У зрителей точно сейчас возникает вопрос. Если вы так хорошо знаете про катаклизмы прошлого, то наверняка хочется понять про предсказания будущего. То есть это все-таки фиксация того, что было по кольцам? Или все-таки этот метод дает возможность прогноза по каким-то закономерностям на будущее? Ну, все от нас хотят прогнозов, конечно. Но с возрастом, когда на коем шопе, уже знаешь, что лучше прогнозов не давать. Потому что наше дело все-таки сказать, как было. По климату мы делали в свое время прогнозы, и на ней даже оправдывались. Но когда ты не понимаешь природу, то есть просто потому, что вот как это все менялось, надо все-таки знать, на чем основаны вот эти изменения. Это мы не всегда знаем. Поэтому, когда мы знаем причину, ну, скажем, из-за того, что Земля вертится вокруг своей оси, мы знаем, что через 12 часов наступит ночь. Тут мы знаем причину, почему. А здесь мы не всегда знаем причину. С вулканами то же самое. С вулканами вообще очень сложно. И, ну, вообще-то даже руководящих документов международных организаций. И написано, что нам для начала надо узнать, как это все происходило в прошлом, чтобы найти хоть какие-то зацепки для того, чтобы предсказать, что будет в будущем. Но пока что вот я не знаю ни одной нормальной модели, которая могла бы предсказать будущее извержения вулкана. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова